Вот мы с Ирой шли-шли, зашли на рынок. Уже ходим, бродим, гуляем. Но пока это открытая часть рынка. Я вот прям хочу овощи и фрукты наснимать. Тут пока выпечка всякая. Похож на наш черкезон. Язык у них... Так, я услышала какой-то скандал. Иду туда. В мощность событий. Что-то не понравилось женщине. Я не очень поняла, что-то произошло. Но кричала она, бойко. Ого, слышите это? Короче, видимо, она место слегка загородила, поэтому... Крики пошли. О, сырые всякие, колбаса. Косынка. Который тебе сыр забрали? Вот такой. Больше даже был. Больше, по-моему. Прям как хлеб выглядит. Прикольно. Ой, вот такой сыр я люблю. Он, по-моему, со спецсемьями. А сколько копченое мясо? Сыр. Сырный рулет, зельню. Ой, я же говорю. Килограмм, да? А вот одна такая шлищка примерно на сколько бывает? Это свинина и говядина? Это свинина и говядина? Ага. А, вот буйволи на 850 даже есть. И телятина на 800 за килограмм. Скажите, а вот такой вот зеленью сколько стоит? Вот вот такой зеленью сколько стоит все? А вот здесь вот сколько килограмм будет вот в этом? Поменьше, да, полкило? Ну вот, 350 рублей зеленью. А то брониза, наверное, обычная какая-нибудь. Какие-то домашние закрутки. Зелень, мелень, налетай. О, моя любимая тема. Всякие приправы. Классно. Ой, если бы вы знали, какие тут запахи. Вообще мощно. Супер просто. Армянские супы, салаты. Круто. Офигеть. Спор зашел. У тебя клиент, ты стоишь с клиентом, разговариваешь. Ты со мной разговариваешь. С тобой не разговариваешь. Со мной не разговариваешь. С моим клиентом ты повторяешь. Спор зашел. Чьи клиенты, кому что говорить. Это вельная хурма. Что, что я хочу сказать. Извините, пожалуйста. А сколько вельная хурма стоит? Сколько вельная хурма стоит? 200 рублей. Вот такая вот прям вот штучка, да, целиком? Килограмм. А, килограмм. А вот в ней сколько? Или это, ну, это большая повеса? Это же больше всего. По весу она тяжелая? По весу. Нормально, получается. Не-не-не, подождите, не срезайте. Не-не-не, не-не, просто. Где-то ватна. А, это вот будет килограмм, да? Да. Прилично. Спасибо большое. Ну, перед отъездом обязательно зайдем. Красно. Я попала на экскурсию. Чувак расскажет экскурсию. Ой, мне кажется, я Ирку потеряла. Сейчас пойду искать. Блин, так сочно смотрится. Такие яркие краски. Охренеть просто. Мандарины очень сладкие. А гранаты сколько стоят? Гранаты килограмм 150 рублей. Очень хорошие. А в Москве 100 рублей? А в Москве 100 рублей? Это не Москва, это Сухон. Я думала, здесь дешевле. Но обязательно, что в Москве вы должны срабатывать? Нет, наоборот, я думала, что здесь дешевле. Так, 85 рублей. 150 рублей. Дать вам, девушка? Нет, нет, спасибо. Я пока интересуюсь. Перед отъездом возьму. Спасибо. Спасибо. Оказывается, это азербайджанский гранат. Поэтому, возможно, они и стоят 150 рублей. Вот так вот. Помидорчик 70 рублей. Но чувствуется хоть нормальный помидор, а не пластмасса, как у нас. Местная написана. Местная. Смешно. Ладно, пошли дальше шататься. Что у нас, интервью? Ну, типа того, да. Лимоны местные, да? С утра были местные. С утра? А что, к вечеру будут не местные? С утра, говорит, были местные. К вечеру неизвестно. Они ничего не покупают, говорит, у них интервью. Ой, я уже ржу, скажи, не могу. Пицца. Это ваш тон. Это ваш рискок. Апельсины местные, да? И вы отсюда. Да, и я отсюда, извините. И зелень у нас хорошая. Да, зелень-то я уже вижу, что хорошая, естественно. Как она, может быть, не хорошая? А вот эти вот чьи помидоры? Вот посмотрите, наши сейчас вот местные, домашние, хрустящие огурцы. Угу. Хрустящие. Настоящие. А сколько стоят огурчики? 150, да? А помидоры вот эти вот местные? Да, да, это тоже местные. Местные, здравые, да. Знаете, сколько стоят? Нет, не знаю, какой это цирк? 170. Какой цирк? Ну, розовый. А, розовый просто, 170. А визы это чисто домашние. Ну, наверное... А вы почему снимаете? Для себя. Точно? Дом потом покажу, конечно. Только для себя, для кого же еще. Я же сюда первый раз приехала, вот снимаю. Тыква какая огромная, боже мой. О, шиповник. Рынок мощный такой. Яркий, красный. Красный, говорю. Яркий, яркий. Краски, краски яркие. Я уже договорилась. То есть, их просто покупают, едят и все, да? Ни в чай, никуда, ничего. Да, и кстати, многие привозят. Я тоже слышала. То есть, просто вот взял, купил, покушал. Да? А сколько веточка стоит? Это просто для иммунитета? Ну, а вообще витамин надо. А как это дерево выглядит? Ну, оно высокое, низкое. Куст. Большое, высокое? Да, и высокое, и среднее, и бедное. Оно в городе или где-то за городом? Нет, в городе оно. Там же эти выручки растут. Я его видела. Дома люди тоже имеют, которые в деревнях... Так что это можно тоже купить с собой, как сувенир. Прикольно, да. Дать кому-нибудь попробовать. Конечно. По веточке раздать. Конечно. Ну, мы перед отъездом придем. Что? Да, а вы каждый день же здесь сидите? Каждый день мы. Каждый день вот это деревня. Каждый день мы. А я не услышала, сколько стоит веточка? 80. 80 рублей, да? Ну, может быть... А лаврушка? Лаврушка 50 рублей. 50 рублей. Может быть, сейчас обойдем и здесь купим, и потом занесем туда. Ну, посмотрим сейчас. Давай сначала. Гранат 100 рублей, да? И за килограмм. 100 рублей. Да, очень полезно. Понятно, это местные, вы говорили, я слышала. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вкусно. Ира берет интервью. Вот, если я что-то делаю, я ем тюреки. Тюреки? Да. А вы попробуете? Да, хочу, я попробовать хочу. Это хлеб какой-то? Это хлеб? Это клуба. Ну, это, наверное, просто мука и вода, да? Мука, вода, соль. Прикольно. Это какая мука? Кукурузная. Приятного аппетита. Прикольно. Рыба жарит все эти. Это, то есть, кукурузку вы перемалываете? Да. И продаете. Это ваше национальное блюдо. Желтое. Да, у нас желтое, да. А у вас белое, да? А они разную помола? Да. Это крупные? Ой, извините, я вас отвлекла. Да. Ага. Важится крупа. Да. Так, рис. До готовности. Да. Заправляете, забиваете вот это муку. Будет мамалыга. Мамалыга, да, я знаю, что такое. Везутки делают, каждому детям вот оно вето. И делают сюреки вот такие. Я поняла. Хлебушек. Да, вкусно, вкусно, спасибо. С сыром, знаешь, как вкусно. Да? Сыром. А, то есть сейчас сверху сыр запечь или вовнутрь положить? Просто кусочек, чтобы вместе поесть. Понятно. Как хлеб сыра. Прикольно. Ну, просто хлеб. Спасибо большое. Спасибо. Вместо дрожжевого хлеба, дрожжи, чтобы не еда, вот это надо. Да. У нас тут целое шоу. Шоу-программа. Спасибо. Пожалуйста. А знаете что, в грудной муке содержится какое-то просто золото. Да. Да вы что. Да. Вот так вот. Очень полезно. Это полезно. Спасибо огромное. Еще раз приятного аппетита. До свидания. До свидания. Из чего вы делаете эти венечки красивые, замечательные? Я вот видела, сейчас стояли, а уже забрали у вас. А, называется это кустарная колючка. Это ботаническое название, пантийская излица. Ага. Ну, я с метро с метро сделала. А, мы видели, там мед вы стоят в начале. И вы здесь стоите целый день, вот это вот колючки, эти руки, как ваши? Это жена колется, а это нет. Чего? Жена больше колется, чем колючка. А, жена больше колется, да? А вы где-то собираете, а они где растут эти колючки? Нет, я это на крещение, на походе сколь. Нет, ну вообще так. Я в городе живу, я по телефону, 21-й век. Привезите, пожалуйста. А, ну вообще эти колючки растут? Они растут в лесу, в горах. А, в горах. Просто такое, как дерево или как кустарник? Кустарник. А, кустарник. Ясно. И сколько такой венчик у вас стоит? Ну, это коммерческая козья. А, ладно. Но он же долговечный, я так понимаю, да? Очень надолго хватает? Насколько хватает, я не дворник. Не знаю. Моё дело, пусть продать. Ну ладно. Ну, спасибо большое. Проходите. Спасибо большое. Но мы видели, при входе стоят такие большие мётлы вот с этими вениками. А, они стояли, их просто сейчас забрали. А, и вы делаете на бамбуке, да? Да, на бамбуке. Знаете, я их продал уже заранее, 30 штук, в школу забрали. А, отлично. А если будут стоять, они мне в голову проглют. Дай, дай. Дай, дай, да? То есть на расхват, да, идёт? Ну, сейчас сезон такой. Сезон, да? Правильно. Листва падают, и все лепут. Так что работают. Ну, хорошая работа. Спасибо большое. Спасибо. Это мощно, конечно. Ира вообще совсем тут трепется. Но мне кажется, что тут просто всех знают. Она прям подходит уже такая, чик, камеру включать. Вообще тут действительно все идут на контакт. Все контактные. Рынок очень прикольный, классный. Живой. Прям вот вообще. Очень классно, очень атмосферно. И мне очень нравится. Не зря мне Ира сказала, пойдём сейчас на рынок сходим. Зашли на рыночек. Сейчас идём дальше, на второй этаж куда-то. Уже вкрытую часть. На второй этаж, вкрытую часть. Здесь вот мясная зона. Прямо сразу идёт. Здесь, правда, темно очень. Что? Мясо. Сиганное. А чьё горное мясо, чьё горное мясо? Скорость в пустыне. Скорость в птичке. Чё стоит? А вы почему снимаете? Куда снимаете? Кому снимаете? Себе снимаю. Себе снимаю, да, чтобы запомнить. А то память-то уже не та. Память уже не та, говорю, чтобы запомнить вообще чё к чему. А то тут название улицы одной сказали и через пять минут забыла. А это чьё мясо? Гавятник. А, это гавятник, да? Понятно. Я так сравниваю с Москвой, какие у вас цены, какие у нас цены. Интересно. Ты говоришь, сравниваю с Москвой, какие у вас цены, какие у нас. Интересно же. У вас здоровье. Ну вот гранаты, я посмотрел. У нас стоит гранат 100 рублей, у вас стоит гранат азербайджанский 150. Местные 100 рублей. В Москве-то где? В Москве. Ну я на рынок мясо не хожу покупать. Я езжу с друзьями на охоту. Мы охотимся. У нас мясо кабана, мясо зайца, утки и так далее. Поэтому я не могу сказать. Ну так, приблизительно, хотя бы понимать. Не питайтесь по-особенному. Диетически. Ладно, спасибо большое. Это все мясная зона у нас. Идем дальше. Орехи всякие. Местный орех. Мне нравится, как они пишут не грецкий орех, а местный орех. Почему местный, мне непонятно. Вот меня подруга просила чернослив. Я ищу сухофрукты, меня подруга просила купить ей. Ну я не знаю, вот это ваши сухофрукты? Ну в смысле, вот местные. Сколько стоит? Сколько? Чернослив. Чернослив 500. Килограмм? Курага 500. Курага 500. Ясно. А вяленого инжира нету? Инжир? Да, вяленый. Вот это. Но это не вяленый. Вяленый, вот наверху девушка. Вот, вот этот вот. Вот. Только вот, это раз... Хурма. Это что? Хурма. А, это хурма, это инжир. Точно, точно. Можно потрогать рукой? Не очень жесткий. А, нормально. Это, ну, наверное, свежее, да, тоже такое? Сколько стоит инжир? 400. 400. Ладно, спасибо. Ну, мы только второй день попозже, а за день до отъезда зайду, куплю. Спасибо большое. Спасибо. Сыр у меня. Кто его делает? И орехи. Орехи, да. А сыр... Сыр я сама делаю. Вы сыр сами делаете? Как? Расскажите, да. Как? Молоко берешь... Потому что я никогда сыр не делала, поэтому мне интересно. Это надо... Пексин надо. А, пексин, я знаю, это... Пексин, да, который загустевает. Да, да. Да. И молоко. И молоко. А закваска какая-то специальная живет есть? Вот закваска вот это и делаю. А-а-а. Смутка тоже, коровы живет. Я не знала этого. О-о-о, еще какой-то, еще лучше, чем пексин. Горный сыр, да, называется? А на вкус он какой? Солноватый? Есть соленый, есть не соленый. Есть для мамалыку, есть к чаю. А-а, даже разные? Понятно. Сколько стоит вот такой кусочек? Мамалыку это соленый, надо брать, а к чаю малосоленый. Вот этот сколько стоит? Это стоит 700 рублей. Это 600 рублей. Понятно. Спасибо большое. Горный сыр. Покупайте. Как вас зовут? Меня Русика. Меня Ирина. Очень приятно. Спасибо. До свидания. Еще увидимся. Очень общительные люди, прям сами просят. Сами просят, чтобы им что-то самим рассказать, что-то у них узнать. Вообще круто. То есть они прям так и говорят, ой, снимите меня, ой, а возьмите мне интервью. Почему они считают, что это интервью, мне вообще непонятно. Ну, я на самом деле не говорю, что, типа, для YouTube-канала снимаю, еще для чего-то. Вот в местном отделе я сказала, что я снимаю это для себя. Ну, мало ли что. В общем, как-то так. Пошли дальше. Ира общается со своей любимой бабушкой Римой. У нее есть по этому поводу целый видос. Заходите на канал «Москвичка. Жизнь в большом городе», и вы увидите это видео. Очень классно. Телефон вам оставлю, мне тимчик звонит. Вы не умеете, ну да, у меня нет интернета показать, но кто смотрел видео, все передают вам огромный приветик. Какая бабушка? Многие приходили к вам, говорили, наверное, да, что от вы видео смотрели, что откуда-то? Из Москвы, из Москвы. В Москве я ресторан посылаю, вот этот товар, что готовлю. Вы в Москву посылаете в ресторан? И в Лондон. В Лондон? Да. Вы что, серьезно? А кто у вас отправитель в Лондон? Они оттуда в какой-то транспортной компании приезжают. А, кто-то забирает. Здесь наш блокон. Наш от шлиф, наверное, да, все, все. И там вот здесь, видите, наш от шлиф, наш от шлиф. Очень круто. То есть вы фактически знаменитый с Лондона и Москвы. Я не знаю, что это пьетые, да, усть пьетые. Или сладкий пьетый, средний пьетый. Средний, средний. Анатолий? Тоже, да. Лена! Мы в прошлый раз с вами пили. Давайте я пройду, позову, хотите? Сама напрямую. Да? Лена! Баба Римка просила, чтобы нас с кофейком угощили. Да, я тоже, да, не очень. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. На песочке. Это тоже надо рекламировать. Конечно. Кофеек-то? Да. Чувствуете запах кофе? Запишу. Вот так вот. Мужики подошли, вон. Что, люди стали приходить? Да, люди у меня все равно приходили. Три по пятьдесят. Прибавилось? Рюмочка. Я надеюсь, что сейчас все прибавилось. Рюмочка коньячка 10 рублей. Где вы такое видели? Хоп. Баба Римма сказала, это вот сухой базилик. Чуть-чуть надо взять руку, вот, прям чуть-чуть, и потереть вот так вот между пальцами, и запах будет прям вот просто чума. Не сказала, сколько стоит. Говорит, я вам и так дам. Баба Римма. Где ее, Ира, откопала? Вообще капец просто. Нам из-за кромов достают коньяк. Сейчас нас угостит. Баба Римма. Коньячка. Коньячка. Коньячка, как Баба Римма. Вот, стаканчики маленькие. Прям по чуть-чуть, по чуть-чуть прям. Совсем прям. Ой-ой-ой. Ты в тот раз пила? Она нет, я пила. Вкусно. Ну, что там, что-то. Ой, а можно мне прям чуть-чуть совсем? Все-все-все. Ну, я жалею. Спасибо большое. Да, вы прям не жалеете. Спасибо большое. Вы будете? А на чем этот коньяк? Это у нас лавровишня такой. Знаменитая Баба Римма угостила нас коньячком. Там целый бидон. Ой, мне столько много налили, еще полстаканчика. Ну, ладно, надо не обидеть человека и выпить.